итак всех приветствую на своем канале предлагаю вашему вниманию очередную велогонку групповую шоссейную на 103 километра которая прошла в рабочем поселке лотошино это около в Волоколамском районе московской области гонка представляла из себя круговую систему это четыре круга почти по 25 километров но с небольшим хвостиком поэтому расстояние такое получил 103 километра гонка была без рельефа просто была скоростная групповая гонка ничего экстраординарного но тем не менее вот эта групповая работа вот эта вот скорость немножко было интересно поэтому предлагаю вашему вниманию полноценный круг и соответственно финишный участок будет интересно приятного просмотра всем физкульт привет всех приветствую на своем канале спасибо что начали смотреть мое видео как всегда оно посвящено групповой шоссейной гонки которая организует гранд фонда в нашей стране сразу началось комментариев почему вы уже привыкли что в основном на все видео я накладываю звуки какие-то там музыку и так далее но некоторые подписчики просто и уже в комментариях начинают ко мне обращаться в этот роман не нужно музыку так много желательно вообще и исключай попытайся давай комментируем всем спасибо конечно за такие комментарии но я к сожалению имею вот этого спортивного так называемого образования спортивная журналистика ребята это дело непростое нужно иметь определенный талант и умение поддерживать какой-то вид спорта комментируя вот вникая в эти события их грамотно предсказывать комментировать и так далее не просто я вам скажу но с учетом ваших пожеланий с учетом того что вы поддерживаете мой канал подписывайтесь на мой канал приходится осваивать азы вот этой спортивной журналистики и попытаюсь сделать вам этот просмотр этой гонки приятным не скучным потому что и так видим ракурс не совсем удачный камера закреплена ну это уже нюанс другой ладно скажу сразу гонка 103 километров это рабочий поселок латашино он имеет статус также латашинского района московской области он находится рядом с волоколамским районом неподалеку уже у нас и и тверская область сам город тверь даже кто участвовал ехал видел ну ладно давайте все-таки вернемся к гонке географическому месту положения мы еще вернемся поскольку длительность данного видео примерно 43 44 минуты полноценно я вам представлю на обозрение на ваше внимание полный круг в принципе все остальные три круга они ничем не отличались но само собой финальная часть четвертого круга также будет представлена вашему вниманию и я там также сделаю телеметрию и также оставлю вид с двух камер то есть передний как сейчас и соответственно задние так идем по гонке это 103 километра вот таким составом мы выехали я участвую в группе b участвую я первый сезон первый год в прошлом году я принимал участие в заездах и в некоторых видео своих я уже высказывал что это поверьте другой уровень и так далее вот в настоящий момент мы можем с вами наблюдать то что скорость свыше 40 в районе 45 в принципе такая средняя скорость у нас такая останется по страве если кому интересно есть у меня аккаунт страве можете также зайти подписаться показала средняя скорость это где-то 42 и 5 километров в час но первые два круга мы работали действительно очень быстро неплохо темп был такой достойный а вот последний круг наверное кто-то уже как-то там экономился и так далее ну тактика какая-то там групповая командная работа может быть кто-то что-то ну ладно дело не в этом идем дальше по участникам в принципе в принципе уже сложилась такая вот традиция что мы уже немного друг друга знаем и в лицо если там не удалось до старта увидеть то в процессе гонки мы как говорится уже ориентируемся уже там приветы передаем друг другу и так далее что очень приятно в этой же гонке было очень много представителей волга union меня удивило было очень мало ребята из команды drt обычных очень много вот эти вот у них такие яркие джерси малиновый такой оттенок очень они видны в пилотоне но как-то вот странно много было участников по сравнению с тулой то есть пост это был последний как говорится этап организованных гранд-фонда вот в туле некоторых участников не было ну потому что тула непростой этап то видел мое это видео на моем канале он согласится пожалуй со мной я там тоже пришлось мне потерпеть и преодолеть определенные трудности но в этом и красота и за это мы любим велоспорт так по погоде погода была просто идеальная в принципе безветренная но в конце гонки то есть на четвертом круге ветер немножко поднялся но потому что было вот была вот такая ясная погода и соответственно формировался ветер но он в принципе не мешал весь вот этот участок нигде в принципе ничего такого продуваемого не было и так далее гонка состоялась в ясную сухую погоду и забегая вперед как по заказу мы финишировали буквально через пять минут пошел дождь не просто какой-то летний дождь а такой конкретный хороший дождик который так прилично пролил но тем не менее церемония награждения и в целом вот введение итогов этой гонки он никак не испортил по участникам как я повторю были в принципе одни и те же мы уже друг друга знаем и уже приветствуем друг друга и так далее по дисциплине по данной гонке хочу всех поблагодарить мужики мы просто молодцы вот это уже вторая гонка когда была хорошая дисциплина когда вот это вот дистанция боковой интервал не было вот этой нервотрепки вот этой суеты и так далее вот это очень приятно что участвуем и что у нас все проходит дисциплинированно без проблем без завалов без всяких там так называемых чп респект огромный и я думаю мы сами участники понимаем это и соответственно благодарим сами же друг друга за такой исход что все без происшествий и благополучно давайте к этому стремиться ну во первых это безопасно во вторых это от этого и зависит следующее участие и многих кстати эти пугают завалы и так далее у некоторых отношений меняется кардинально причем даже таких довольно таки серьезные ребят которые имеют хорошую подготовку давайте не будем мы как говорится нагнетать вот эти вот нехорошие моменты и стараться действительно всегда вот так вот принципиально соблюдать технику безопасности в пелотоне ну понятно что это гонка понятно что это страсть понятно что все мы хотим но не получается все мы едем вот все каждый из нас за победой реально не для участия каждый из нас хочет победить потому что участвую в этой гонке каждый из нас преодолевает огромный объем работы тренировки тренировки еще раз тренировки время и прочие моменты которые нас заставляют поддерживать себя в хорошей физической форме и быть вот на таком уровне и так далее потому что поверьте даже в пелотоне держать вот так вот под 50 километров в час скорость довольно таки непросто потому что опять таки вернусь технике безопасности нужно не только хорошо педалировать но и контролировать саму гонку расстояние спереди расстояние сбоку и вообще в целом не выскакивать из пелотона вот именно сразу ловить момент атаки перекрывать и так далее так далее в шоссейной гонке на самом деле очень много нюансов и каждая гонка она просто тебя делает намного сильнее и ты приобретаешь опыт поэтому участвуя в гонке хотя бы два раза в месяц а поверьте у нас такая возможность есть слава богу организаторы у нас существует кроме гранд-фонда еще появился один про который я сейчас немного позже обращу внимание остановлюсь отдельно но потому что гранд-фонда уже честно говоря заставляет задумываться стоит ли в нем принимать участие потому что в гранд-фонда начинаются уже такие моменты которые я не хочу сейчас озвучить данным видео но они оставляют желать лучшего то есть организатор должен в принципе задуматься чтобы не было тока участников так как есть и другие организаторы число которых относится cycling racing вот допустим 7 августа они планируют групповую гонку в серьги в посаде там правда с дистанции намного серьезнее там 118 километров и градиент там непростой почему я это знаю потому что я отслеживаю эту информацию и планирую принять там участие вот впервые под таким вот брендом как cycling racing никогда не принимал участие но тем не менее очень много наслышан положительного и хорошего более того в чем отличие от гранд-фонда этот организатор велогонок проводит также и индивидуальные разделки то есть в субботу вы можете явиться и приехать на разделку заявиться стоимость намного ниже чем групповой гонки а второй день допустим групповая гонка я думаю это профессиональный прекрасный подход по технике безопасности по организации там также все на высшем уровне все перекрывается есть договоренности с администрации с властями и так далее то есть гранд-фонда должен уже принимать какие-то меры потому что если все будет оставаться на таком уровне или не дай бог становиться хуже но будет реально только участников потому что брать такие деньги какие берет гранд-фонда на уровне с другими организаторами но при этом ничего не менять но это неправильно непрофессиональный подход и это будет конечно же в итоге отражаться потом в любом случае не очень хорошо для этого организатора поэтому когда существует экономика существует конкуренция она выполняет очень хорошую функцию функцию оздоровления оздоровление с экономической точки зрения и организатор если он планирует действительно получать прибыль сохранять актуальность сохранять тот позитив и то количество участников рейтинг самый главный свой с экономической точки зрения он заинтересован прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону так по гонке опять ехал я в принципе периодически вот так вот в середине группы выполнял активные действия выходил несколько раз вперед ну да там выходил я там на минуту максимум несколько раз делал я это с той точки зрения чтобы немножко улучшить тактически свою позицию в группе чтобы немножко как бы и в пилотоне было понятно что не отсиживаюсь ну и соответственно для вас некоторый вид чтобы на видео был более-менее удачный и так далее ну первый круг он был какой-то такого ознакомительного характера потому что все-таки едешь и не знаешь какая трасса что на себя представляет допустим даже мы сейчас совершаем маневр поворота налево какой там поворот если там щебе нет ли там щебня какое асфальтовое покрытие узкое широкое качество асфальтового покрытия эти все нюансы они конечно накладывают определенную осторожность на твои действия ты едешь как бы доверяешь интуитивно впереди идущим соответственно атлетам которые везут тебя но по разговорам по информации от местных жителей от других участников все очень хорошо отзывались о латышино от данной трассе но как сказать вот допустим сейчас мы повернули и вот этот отрезок он действительно тоже хороший я имею ввиду участок широкий качество покрытия и так далее а вот следующий поворот мы совершим и там будет участок по моему протяженность он где-то там от 3 до 5 километров вот знаете вот асфальт который выгрызан ну как что я имею ввиду как вам передать словами то есть щебенка которая залита асфальтом но со временем она просела вот выкатан асфальт и вот это вот щебенка она как стиральная доска такой эффект накладывает что вот потом после финиша с некоторыми участниками разговаривали некоторые даже соревноваться и конкурировать не могли из-за того что дробила руль там такие ощущения были что трудно было поддерживать большую скорость и просто люди не могли ехать и держаться в пилотоне и так далее поэтому вот такие вот моменты они конечно удивляют как говорится неужели так вот действительно бьет по рукам ну если ты это не ощутил ты это не поймешь но тем не менее такие факты были так еду в группе в середине группы как бы здесь пока вот дистанцию мы проехали десять километров тут принципе только можно сказать организм размялся ты как говорится только продышался только начинаешь ориентироваться там педалировать так более-менее уже в своем режиме так бы говорится в своей нормальной пульсовой зоне и так далее ну здесь случайных людей нет вот в этой группе группе б кто едет эту гонку здесь люди которые реально любят велоспорт которые проводят очень много времени на велотренировках и так далее поэтому здесь люди которые обожают этот спорт и стремятся как говорится к наилучшим достижениям пытаясь все время улучшать свою форму и так далее так вот этот по-моему володя пужайкин справа камера немножко переключилась неудачно ну да по-моему володя был а вот кстати участник команды drt передо мной ну традиционно гонщиков команды rsa много это вот слева проезжает меня лоренцо джетти а вот володь пужайкин меня обогнал слева ну оно свойственно но характерно вот для групповой гонки вот такие вот перемещения когда вот один отрезок как тут левая сторона движется быстрее потом как тут едешь твоя сторона поехала быстрее такого перемещения в группе между участниками это свойственно это нормальное явление потому что гонка динамичная гонка происходит на плоском участке трассы то есть нет вот этих рельефов нет вот этих подъемов ну а что касается поворотов и подъемов и так далее это всегда это нормально когда повернули все начинают вставать максимально нажимать на дали пытаться какой-то совершить отрыв и так далее но отрывов как таковых в этой гонке не было были небольшие такие моменты когда некоторые из участников пытались отъезжать но не такое на несущественное не удаленное расстояние когда пилот он спокойно видел спокойном режиме перекладывались между собой участниками добирали так называемый псевдо отрыв поэтому гонка была такой в принципе рядовой ничего сверхъестественного не было единственно что да она была вот с этой точки зрения что она была как группа стартанула в принципе такая группа и доехала до финиша но повторюсь просто все доехали до финиша и финиш раздавал тот уже каждый участник по своим физическим возможностям по своему физическому состоянию потому что кто-то действительно там сидел в пачке из последних сил и доехал до финиша фактически ничего в ногах не привез кто-то просто там тактически поступил неверно не выбрал правильную позицию из-за этого финишировал неудачно даже спринт его хороший не спас поэтому групповая гонка вот на таких таких условиях она очень своеобразная но я считаю что вот такая групповая гонка в таких условиях на ровной местности без рельефа она очень хорошо подойдет для начинающих почему потому что вы в принципе можете посидеть вот в этой группе почувствовать вот эту вот группу пачку вот эту скорость подержать поработать в пачке там и так далее потому что это очень важно а что касается когда идет рельеф большие там эти луны абхилы так называемые то если вы улетаете из пачки вы потом остаетесь один на один с собой и как правило в этом случае гонка становится просто уже издевательством над своим организмом и вы теряете всяческие интересы и можете даже сойти а вот так вот работая в группе сохраняя интригу надеясь и как бы преодолевая свои возможности становится это вот участие в такой гонке такого плана очень очень даже полезным и приятным ну что буду периодически я переключать камеру ну в этот раз я камеру вид перекидывал на заднюю не так часто не так активно поскольку ну вот едем групповая гонка фактически между нами ничего не происходит поэтому смысла особого не было вот то о чем я говорил сейчас мы поворачиваем налево и мы выезжаем на так называемый участок где был вот не очень хороший асфальт но у меня у меня стабилизация на камере отрабатывает идеально и вам видите никакого дребезжания никакого вибрации никакого вы ничего не ощущаете ровненькая стандартная стабильная картинка это все благодаря тому что хорошо отрабатывает стабилизация на камере здесь небольшой был подъемчик вот и мы в этот подъемчик все старались как бы немного поактивнее работать ну там отъезжали и так далее влад гаврилов слева человек который просто был неугомонный в этой гонке очень часто выезжал вперед пытался там скорость какую-то создавать либо отрыв но владислав константинович он молодец в этом отношении всегда говорит как мне скучно ехать мне нравится я получаю от этого удовольствие выезжаю вперед и еду со своим темпом как там хочет группа пусть так и поступает мне без разницы хочет меняет меня хочет преследует меня и так далее вот и у него даже иногда получается отъехать естественным путем из-за того что он будет ну не смотрю я назад еду я своем темпе господи ну что я же никому не мешаю а в итоге получается так влад самый произвольный создает отрыв так называемый и это было в том числе и в этой гонке когда вот на последнем круге я к этому еще вернусь когда буду комментировать финальную часть этой гонки я представлю вам там последние три километра представляете да вот на такой ровной поверхности последние три километра каждый хочет улучшить свое положение в группе тактически избрать верную позицию и вот этот перемещение вот это вот скорость конечно это если в это посвящен если в этом разбираешься если ты участвуешь но это конечно кроме как кайф вот этот велосипедный больше словами не передать вообще вот эти ощущения велосипедные они очень очень приятные вот так в этом месте кстати да был небольшой сюрприз на дорожном покрытии вот посередине в районе разметки прерывистой если двигаться то там была такая щель и вот это вот щели она была такая не очень кстати и узкой вот илья сейчас левой стороны свистунов едет он как бы начал определенные проблемы испытывать и я небольшой зазорчик сделал и говорю я давай садись садись чтобы как говорится поддержать и не было вот этой вот нервотрепки так далее тем более мы с одного города мы тренируемся вместе но сами понимаете поддержать человек с которым ты знаком это правильно да и вообще в пилотоне когда есть культура есть этикет тоже ехать очень приятно я иногда не понимаю почему некоторые гонщики как-то там упираются там не дают возможность как бы влезть в какой-то такой сомнительной ситуации я например всегда предоставляю такую возможность человек если попросит да не проблема заходи если ты хороший подготовленный человек спортсмен ты какая разница в другом месте продемонстрируешь свои способности и так далее а вот из-за этих всех вот упрямств вот этих принципиальных так называемых позиций что я там никуда тебя не пущу и так далее ну да может быть это непрофессионально да может быть это не не в этом виде спорта да может быть это там разрушает тактику какую-то командную работу но если вы видите впереди препятствие там яма какая-то там реально могут возникнуть проблемы даже у вас не говоря о тех кто сзади если будет завал он упадет зачем это делать поэтому как бы вот такой момент он тоже играет роль и нужно это учитывать без такого групповая гонка даже на таком уровне мы же не надо забывать в первую очередь мы любители в первую очередь мы реальные любители мы сейчас едем все на своих велосипедах мы едем купленные велосипеды за наши личные деньги за наши сбережения мы ладно велосипеды это здоровье наше падение вот с такой скорости больше 45 километров в час может привести к таким необратимым последствиям то что ободраться ладно там это еще пол беды а вот когда речь дойдет и дело дойдет до переломов каких-то но не нужно этого наверное никому у всех как бы есть там и семьи и работа и просто реальное понятие как бы что нужно быть цивилизованными людьми мы же не какие-то неандертальцы с вами мы уже довольно таки это тот вид спорта это спорт джентльменов реально джентльменов обратите внимание даже на профессиональном уровне если кто смотрит евроспорт который показывает и тур де франс ля уэльту и другие гонки ли астрада например то то там профики между собой никогда не конфликтуют хотя их это основная работа они и подсказывают и помогают и всегда это вызывает определенный респект и уважение когда ты смотришь и удивляешься ничего себе на таком уровне идет помощь и у них все так дружно слажено да в этом ты вся и прелесть этого вида спорта что мы едем мы группа мы проводим вот таком расстоянии больше двух с половиной фактически часов в среднем любая гонка на 100 километров это это гонка получилась очень быстро из того что повторюсь здесь нет рельефа и градиента какого то поэтому ребята если мы ездим друг с другом знаем уже друг друга да мы конкурируем но опять-таки возвращаясь к этому нам нужно друг другу помогать нам нужно поддерживать есть возможность уступить и пропустите надо придерживаться этой концепции это будет правильно и поворачиваем сейчас мы здесь вот по ходу гонки налево это так называемая будет ну в принципе такая вот прямая который будет идти к завершению вот этого круга ну как всегда поворот повернули встали на ноги ломанули поехали там все пытаются улучшить свое положение так далее так далее но это свойственно для групповых гонок и так далее так я немножко решил покататься думаю не поеду я чуть вперед там получше поудобнее вот объеду я по моему ильюта нет или за ним стану нет за ильё я встану да уже не помню потому что хотя вот это видео я монтирую относительно рядом и недалеко относительно того как все это было но тем не менее дорогие друзья лето стремительно уходит лето заканчивается да 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 та самая прекрасная пора где у нас есть возможность с вами принять участие в велогонках велосоревнованиях где есть возможность посоревноваться друг с другом даже вот если разобрать гранд фонда который организует а вот эпизод наверное влад там кстати сейчас гаврилов отъезжает но может быть ошибаюсь не видно по камере гранд фонда остается гонка в санкт-петербурге куликово поле и руза возьмем даже cycling racing то есть организатор которого я упоминал немного ранее комментирую это видео тоже там остается сергиев посад как вот я и говорил 7 августа затем там в коломне что-то есть и где-то еще то есть гонок то осталось фактически немного и то есть времени у нас тоже не очень много поскольку мы живем вот средней полосе где погода нас порой не абсолютно не балует где погода преподносит свои сюрпризы и дожди и холод и так далее ну конечно у кого есть велостанок он выручает он помогает немножко поддерживать форму и чувствовать себя из-за этого намного лучше по сравнению с теми кто пользуется просто велосипедом и катается соответственно просто по улицам по городу там где как обычно он привык так напомню вот этот участок он является прямой вот чуть позже мы здесь будем въезжать в деревню населенный пункт где будут четыре полицейских полицейские они принципе такие штатные безболезненные там то есть их просто можно было не снижая скорость перепрыгивать а последний четвертый полицейский там с краев как-то получилось немножко дорожники установили как-то своеобразно в итоге там можно было по краям переезжать вот до были фотографы отдать должное вот кстати в сравнении с cycling racing то же самое мне кажется вот как некоторые говорят там фотографии бесплатны здесь же опять фотографии за деньги ну некрасиво так въезжаем в населенные пункты не помню я его название вот но что характерно местные жители отреагировали местные жители вышли некоторые смотрели некоторые активно нас поддерживали там аплодисменты нам сыпали всякие и так далее да вот сигнализирует что сейчас будет полицейские лежачие ну такие говорю стандартные нормальные они но я что хочу сказать ребята мы вот участвуем в этой гонке мы вот едем в этой группе в этой стае если можно так выразиться мы со стороны такая мощь мы вот друг друга никогда не видели но со стороны это просто безумная красота вот кто-то из участников ага привет передает то пользуюсь я задней камерой но не всю гонку она у меня включена поэтому бывает что я включаю однозначно самого начала какой-то период и стараюсь ее потом включить в конце потому что задняя камера у меня не запитана на powerbank у меня только передняя камера вот поэтому как бы если меня узнали подъезжайте передавайте привет и обязательно вас вставлю видео не пропущу этот момент потому что это очень приятно очень здорово когда вот наблюдать за собой смотря данное видео так вот возвращаясь нашей группе со стороны наша гонка выглядит так эффектно мы так едем мы такая мощь это такая красота потому что когда мы начинаем кому-то приближаться вот это шуршание наших покрышек этих сликов это просто такое вот идет движение это ну непередаваемое ощущение очень красиво потому что свое время я как-то увидел тоже однажды такую гонку и может быть отчасти на меня это произвело впечатление почему я сейчас здесь почему я в этой гонке почему я участвую потому что не могу я объяснить что сама со мной произошло почему я очень-очень влюбился велоспорт да я могу сравнивать их с лыжами но это немножко другой вид спорта там другие немножко моменты здесь просто другой мир здесь красота здесь нужна голова без головы этот вид спорта вам не выиграть никогда на одном здоровье вы если делаете ставку максимум вас ждет успех в разделке то есть в индивидуальном гонке и так далее там может быть что-то как-то у вас получится но в групповой гонке только тактическая работа тут только на понимании и на ощущениях и так далее так далее это только вам даст эффект и принесет положительный результат в гонке групповой движемся мы конечно постепенно уже завершению первого круга так сейчас мы преодолели почти полных 22 километра будем сейчас постепенно мы въезжать уже непосредственно в рабочий поселок латашино но как всегда было грамотно перекрыто движение грамотно организовано все тут вопросов к организаторам нету но это всегда так когда идет круговая гонка никаких проблем мне она очень нравится на очень удобно нет вот этих вот бестолковых разворотов иногда вот на этих вот разворотах как раз таки происходят неприятности кто-то там падает в кого-то там врезается кто-то неправильно траекторию избрал и прочие прочие моменты так здесь по моему на этом участке был небольшой ветерок но он был с правой стороны поэтому я немножко схитрил и в левую часть группы ушел и соответственно двигался постоянно как бы прячась за других участников все три круга все три круга я буду ехать принципиально с левой стороны а последний круг правый я сделаю перемещение через голову через смену я там выду вперед чуть поработаю и смещусь потом вправо почему я принял такое решение потому что в конце этого круга на финиш мы уходили направо то есть мы сейчас по видео вам это будет понятно уедем налево для продолжения гонки а финиш соответственно будет нужно поворачивать с круга на право так вот я принципе для себя принял такое решение что мне будет удобнее то есть чтобы не заходить по большой дуге по большой диагонали я соответственно поехал и улучшил свое тактическое положение для меня лично так удобно кто тут как привык тут конечно вот все индивидуально все тут на личное усмотрение вот погонки что еще хочу сказать вот приближаясь к финишу всем всегда известно что начинается определенный нервоз начинается определенная суета все стремятся улучшить свое положение потому что это все таки начинает наш организм выкидывать адреналин и вот этот адреналин на наш организм конечно влияет он дает определенный эффект вот по питанию свободно я отделался емкостью жидкости с изотоником в пределах 500 миллилитров у меня была емкость где-то 700 миллилитров спокойно осталось грамм 200 250 вот по такой дистанции по такой нагрузки по такой гонке я израсходовал всего-навсего два геля да 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 именно два геля вот как то вот у меня были силы я не заголодал абсолютно себя хорошо чувствовал вот может быть сказалось то что вот была такая плотная групповая гонка из-за этого как бы силы немного удалось сэкономить и так далее ну и забегая вперед пользуясь случаем хочу сразу вам сообщить свой результат у этой гонки в своей возрастной категории 40 плюс группа b я занял девятое место в принципе считаю это неплохой результат по такой гонке по своим возможностям по уровню своей подготовки в абсолюте я по моему если память не изменяет 62 или 64 вообще в вот и уже хочется обратить обратиться конечно гранд-фонду к организаторам ну наверное уже пора делать кубковый зачет то есть брать вам и соответственно выкладывать уже информацию по гонщикам кто сколько очков набрал кто он занимает какую позицию потому что мы все соревнуемся мы все-таки видим что одни и те же фактически лица и чтобы понимать вот эту конкуренцию свое положение относительно друг друга но это нормально да когда вы делаете гонку когда вы ведете систему выкладываете общие кубковые очки это очень важно это всем интересно потому что мы соревнулись и понимаем потому что ну это во первых обязанности организатора соревнований и так далее это правильно это так везде предусмотрено так переключился я назад вот пользуюсь случаем константин воскобойников и стулы а вот левее чуть за ним по-моему это евгений тоже стулы да да по моему он ну да сейчас мы спокойно докатываем вот вот этот первый круг он получился таким для многих разминочным получился так своего рода разведкой то есть можно было уже понимать да по итогам вот этого первого круга что из себя представляет трасса полноценный круг где можно спокойно ехать и где можно опасаться чего-то и так далее но в данном случае произошло то что мы ознакомились трассы никаких там проблем и нюансов не было то есть не ям и прочих неприятностей то есть спокойно можно ехать дальше и спокойно конкурировать и так далее так сейчас по моему мы уже завершаем первый круг да и сейчас наверное будем мы уже скоро поворачивать налево немножко сейчас прямая так вот уважаемые господа на этом в принципе я чуть чуть позже остановлю свое видео переклик перенесемся мы с вами уже в конец четвертого круга я буду вам показывать финиш финиш я буду показывать начну показывать за три километра внутри километра с хвостиком где будет вот это вот борьба наверное будет правильным если я не буду вмешиваться и как бы оставлю спокойный просмотр для вас без своих комментариев без музыки с нормальным звуком соответственно чтобы каждый посмотрел какие-то сделал выводы и так далее по-прежнему прошу сохраняйте активность пишите комментарии все комментарии вижу читаю на все отвечаю если не трудно подписывайтесь на мой канал буду очень признателен напоминаю что подписка на мой канал никаких денежных средств не надо платить ни за чего не надо никакие суммы с вас не взымаются и так далее так далее поэтому всех рад видеть спасибо что он за просмотром спасибо что подписываетесь всем здоровья всем добра и конечно же до встречи на стартах всех обнимаю всех люблю как говорится ну все давайте сейчас будем смотреть с вами финиш все до новых встреч всем добра все до новых встреч Продолжение следует... 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 Продолжение следует...